А теперь ракета. Привет компанию МЗАП. Прибыл в Соренто Прайм 2017 года с посторонним шумом в двигателе. Со слов клиента, при езде засвистела турбина, но на это внимание обратил. При эксплуатации дня два он ездил с этим свистом, и на ходу у него двигатель заглох. И тут клиент решил посмотреть уровень масла в двигателе на щупу. Достал щуп, а там его нет просто. Для того, чтобы появилось масло на щупу, он залил 6 литров, двигатель запустился, но уже с таким страшным шумом. Ну и решил приехать уже к нам на ремонт. Выявить причину, да, и по словам клиента, менялся картридж в ином СТО. Ну, может, да, что-то неправильно там сделали, сказать не могу. Ну, будем разбираться. И он не просто ниже, он, я бы сказал, значительно ниже. Что, давай, маленько, крутанем, поднимем второй. Ну вот, давили верхнюю мертвую точку. Второй, третий. Давай просто взад-перед, взад-перед. Во-во-во-во-во-во-во-во. Не надо быстро так. О, да. Там полсантиметра. Вот он есть, видишь, ходит. Я давлю. А так не ходит. В тепловине и та же вода. Везде вода. И труда. Откуда вода? Откуда вода? Много воды было. Фольга. А здесь фольга. Где фольга? Сейчас скажут, что-то, смотри, сейчас скажут. Все, туда песок насыпали. Все, двигатель сломали, да. Аккуратно. Кайф, если ему будет. Что мы видим? Стружка. Больших кусков нет, да? Уже пудра. Больше пудры. Вот они, да? 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 Ну, покажи, покажи, вот она лежит. Меня, показай, меня, показай. Анатолий, орлинный глаз, соколиный. Вот, заборник полный. Анатолий, все, ты домой? Да, я все, домой. Время рабочий закончится. Я свою работу пол, русский большой. И пошел домой, все. Счастливого пути, Анатолий. Да, да, да. Ну, мы сейчас оттуда все вытряхнули. С полпаддона посмотрим, да? Какие-то запчасти у нас. Ну, это кусок вкладыша, однозначно, да? Вывалился. Да, да, полностью разбитый. Сейчас посмотрим на состояние распредвалов. Ну, в принципе, это работать будет. Ну, есть, конечно, задержки, но незначительные. Так, ну, смотрим саму постель. Постель целая. Можно поближе показать. Да, видно так, нормально, в принципе, рабочее состояние. Ну, а тут уже, мне еще поблизко здесь. Да, тут, там, нам просто куски здоровья, да, сварочек. Пудра и достаточно большое количество, да? Да, ну, полностью. Да, и масляных, да, и пудрит все. Даже слой, смотри, там, миллиметровый, наверное, уже под пудрой. Когда я снимаю, близко, не близко, пожалуйста. Объективу придет, только биздец. Раз мы наблюдаем вот такую историю здесь, значит, насос, баланс валов, просто в мусор. Дальше его не следует ставить. Да, эксплуатация воды невозможна. Так, смотрим, вот, сняли маслозаборник. Наблюдаем вот такую картину. Куски. Вкладыши полностью забиты. Так, ну, и самое интересное находится вот у нас здесь. Так, второй цилиндр, шатун, имеет вот такой вот. Ну, а здесь, как мы видим, просто нет вкладыша. И, возможно, у нас шатун кривой. Ну, снимем. Сейчас посмотрим. Это головка забрал он ваш, да? Да. Да, сделаем чуть-чуть. Вкладыша нет. Ну, и, соответственно, колено хана. Шатун под замену, это точно. Ну, сейчас мы вытащим. Польшу. По поводу ремонта, сразу начнется тачка, можно шлипануть? Нет. Не получится, не будет работать. Не ремонтируется эти коленвалы. Вот. Вот оно. Ну, вкладыши прилипали. Ну, вкладыши не провернуты, все на месте. Да. Ну, теперь мы будем, да, заворачивать бугели обратно после мойки и отдавать нашим токарям, чтобы они выполнили полный промер блока. И на соосность коленчатого вала. Большинство интересует стоимость. Сейчас вот мы промониторили, в общем-то, контрактный мотор такой можно найти от 250 тысяч рублей. От 250 тысяч рублей. Но нашим примерным подсчетом ремонт, ремонт только на запчасти, столбик будет стоить 250 тысяч рублей по запчастям, столбик. Вал стоит 100 тысяч рублей такой. 100 тысяч рублей стоимость коленчатого вала. Этот вал уже никуда не поставишь, не ездить он не будет. Хоть ты там затрись, хоть перетрись, ничего, уже его восстанавливать бесполезно. Наше предположение, это причина всему этому. Вот в этой турбине, которая была установлена три недели назад. Картридж меняли. Картридж меняли, да. Но лучше ставить можно. Не, давай маленечко отойдем назад и вспомним, как это, возможно, происходило. То есть после установки картриджа. Да, три недели назад был установлен этот картридж. Клиент ездил, ну, масло было в норме, когда все поменяли. Ну, получается, глядя на вот эту турбину, можем сказать, что потихоньку-потихоньку масло уходило, уходило. Но клиент не замечал этого. И, соответственно, что привело к поломке этого двигателя. Была какая-то незначительная потеря, постоянное масло. То есть автомобиль использовался. Все у нас, видите, в масле. Выходная часть здесь вообще должно быть нагар, но он должен быть сухой. Здесь должно быть сухой. И, как говорил Артем в начале ролика, он после того, как заглох автомобиль на ходу, он залил 6 литров масла. И только на щупу появился нижний уровень. А уровень масла здесь какой у нас? 7,4, 7,6? 7,4, да. Литр, наверное, оставался... Эксплуатировался автомобиль. Было масляное голодание сильное. И вот произошло вот это. Вы понимаете, да, к чему мы клоним? Следите за уровнем масла. Что там с картриджем, конечно, непонятно, да, как он там, какой картридж, что мы этого не знаем. Но вот результат... Лучше ставить или китайскую. Китайская турбина тоже ходит в сборе целиком. А сколько ходит картридж, он может, как отходить, там, 5 тысяч. Но даже может через 7 просто развалиться. Ну, и как ходят, там, по 70 тысяч, бывали такие случаи. Ну, тут как придется. Ну, по нашей практике и по нашим наблюдениям, ремонт турбин в целом производится некорректно в основном. Лучше ставить турбину в сборе. Или китай, или оригинал. Ну, оригинал, конечно, стоит дороже, чем китай. Но срок их службы тоже неизвестен. Ну, и в дальнейшем, скорее всего, ну, мы же с владельцем не консультировались, будет у нас устанавливаться, скорее всего, контрактный мотор, да? Ну, не знаю, спросим, может. Вон, захочет свой блок отремонтировать, двигатель. Если захочет, будем ремонтировать. Ну, да. Ну, все, ладно. На этом будем, наверное, закругляться. Да. Я механик Артем. Приезжайте на ремонт. До свидания. ОМЗА. Да. Анвар, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok